МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За помощью очевидцы обратились в нашу редакцию, рассказывает Наталья Чудина. Обездвиженная Лидия Абдукаева уже вторые сутки лежит под забором. По словам опознавшей ее хозяйки дома, пенсионерка бездомная, документы потеряны. Последние годы Лидия скиталась по поселку. Время от времени кому-то помогала по хозяйству. За это получала еду и временный кров. Накануне утром ее обнаружили местные жители. Вероятнее всего, у женщины инсульт. Я говорю, что несколько раз она у меня спала. Ну и все, а больше ничего. А первые часа как ушла, и на этом все. Люди вызвали скорую. Приехавшая бригада осмотрела больную, померила давление и уехала. По словам врачей, женщина просто пьяна, и медицинская помощь ей не требуется. Соседкам пришлось взять уход за тяжело больной на себя. Перетащить ее в дом никто не отважился. Полиция приехать отказалась. Ну пусть она бомжика, но она же тоже человек. Сегодня утром жители товарной вызвали скорую еще раз. Но и это не дало результатов. Не приехали медики и после нашего звонка. Сельсером она осмотрена. Выставлен диагноз алкогольное опьянение на момент осмотра. Она в скорой помощи не нуждается. То есть вы сюда больше не подъезжаете? Да, мы сюда больше не подъезжаем. Горздрава в Черногорске больше нет. Поэтому за помощью нам пришлось обратиться в отдел соцзащиты. Здесь не остались равнодушны. Женщина уже попадала в их поле зрения. Два года назад бродяжка несколько раз получала горячие обеды. Но потом снова исчезла. За последние два дня ни от скорой, ни от жителей улицы сигналов о бездомной не поступало. Паспорт сначала делать, пенсию делать. Но не в таком же виде это жить. Из разговора с Лидией Абдукаевой специалисты выяснили. Ее случай не безнадежен. Есть возможность восстановить паспорт, подать документы на выплату социальной пенсии. И затем определить в дом престарелых. Вот только для этого требуется время. А крыша над головой женщине нужна уже сейчас. Будем сегодня работать с нашими медицинскими учреждениями для того, чтобы попытаемся, во всяком случае, положить ее в больницу для оказания ей медицинской помощи. И параллельно будем заниматься ею по социальной помощи. В управлении соцподдержки пообещали, что не оставят Лидию Абдукаеву умирать под открытым небом. Из спецфонда принесут теплые вещи и сделают все возможное, чтобы уже сегодня она получила пищу, теплую постель и должный врачебный уход. Наталья Чудина, Сергей Казмин, Вести Хакассия. Сегодня последовала реакция властей на скандал, связанный с гибелью молодого человека возле киноцентра «Наутилус». Виктор Зимин встретился с матерью Артема Карлышева. Напомним, трагедия произошла ночью 26 мая. Молодой человек сначала был избит группой людей, среди которых, по слухам, были дети, высокопоставленных чиновников и силовиков. Причина смерти Артема Карлышева, согласно заключению эксперта, сердечная недостаточность. Именно ее близкие кандидата в мастера спорта поставили под сомнение. Возмущены и первоначальным отказом в возбуждении уголовного дела по статьям «Убийство. Причинение смерти по неосторожности». Об этом рассказала мать Артема, главе республики. Очень даже появилась надежда. Виктор Михайлович все возьмет под контроль. Все он сейчас передал. Все вызовет. Всех силовиков все вызовет. И все это будет уже сделано. Выборы в Хакасии могут попасть в Книгу рекордов России. В нашей республике в один день проведут голосование по всем уровням власти. Такой сложной процедуры ранее не было ни в одном регионе страны. До нее остается всего два месяца. Между тем, есть еще много нерешенных вопросов. Их сегодня обсудили на внеочередном заседании в правительстве Хакасии. В сентябре Хакасия пройдет самую сложную выборную процедуру в России. Впервые избиратели проголосуют за кандидатов по всем уровням власти. В том числе выберут главу региона, депутатов Верховного Совета, руководителей муниципальных образований. Масштабность выборов накладывает и ответственность. Пройти их без нарушений и сбоев. Я не для того принимал решение идти на прямые выборы, чтобы завтра нас обвинили из-за какой-то ретивости где-то на местах. Ну, наверное, ни в добросовестном голосовании, ни в подсчете голосов. Не надо этого делать, пресекайте. Заниматься только убеждением, а не принуждением голосованию. Уже определены кандидаты на пост главы республики, а 8 июля прием заявок закончится и для претендентов на депутатские кресла. Сегодня избирком проверяет подноготную на каждого кандидата. Запросы направляются в миграционную службу, направляются в МВД. В частности, МВД показывает сведения, судим ли был этот кандидат за тяжкие, особо тяжкие преступления, находится ли он под судом, есть у него неснятая непогашенная судимость. Если этого нет, значит препятствий никаких кандидатов в регистрации и в его избрании нет. Готовят избирательные участки. На них, как и в прошлые годы, установят веб-камеры. А вот проголосовать электронно в этот раз у жителей Хакасии не получится, заявили в избиркоме. Списки кандидатов, а они достаточно большие, нереально разместить на экране. К примеру, только абаканцы в единый день голосования получат на руки сразу по 6 бюллетеней. Для столь колоссального объема бумаги разместят даже дополнительные урны. Шестой человек проголосуют раньше. Это жители отдаленных и труднодоступных поселений Хакасии. Остальные сделают свой выбор 8 сентября. Наталья Гормашова, Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия. В Сорске задержан педофил. 25-летний мужчина подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетних детей. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть города накануне около половины 11 вечера. Установлено, что дети, мальчик и девочка 12 лет, пришли в гости к знакомому. В какой-то момент мужчина включил фильмы порнографического содержания, заставил снять одежду и выпить алкоголь. Мальчику удалось вырваться из квартиры и позвать на помощь. Крики услышали прохожие, они же сообщили в полицию. Прибывший наряд блокировал пути отступления через балкон и взломал дверь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Детям оказывается психологическая помощь. Военный комиссариат республики судится с пенсионерами Министерства обороны. На скамье ответчиков 5 человек. Все бывшие офицеры, имеющие инвалидность, связанную с радиацией. Большинство ликвидаторы Чернобыльской аварии. Один ветеран подразделения особого риска. Военкомат намерен лишить этих людей права на определенные льготы. Подробности истории в нашем следующем материале. В коридоре Абаканского городского суда 5 человек. Все они бывшие военные. Когда получали большую дозу радиации возле Чернобыля и на атомной подлодке, исполняли приказ. После, до самой пенсии, продолжили службу в армии. На заслуженный отдых все вышли с той или иной степенью инвалидности. В начале 2000-х военном комиссариате им выдали удостоверение, которое дают право на льготы и соцподдержку, как инвалидам боевых действий. Сегодня эти документы военком намерен изъять через суд. Это удостоверение было выдано до 1 января 2005 года, в 2004 году. И в течение 8 лет люди пользовались данными льготами. Это ЕДВ и мера соцподдержки на коммунальные услуги. И сейчас военный комиссариат Республики Хакасия считает, что эти удостоверения им выдали ошибочно. Всего по республике было выдано 16 подобных удостоверений. Сегодня на руках всего 5. Остальные ветераны либо уже умерли, либо переехали в другие регионы, где данные виды льгот военным чернобыльцам сохранили. Председатель местного союза ликвидаторов Людмила Васильева в мае вернулась из Новосибирска, где пообщалась по этому поводу со своими сибирскими коллегами. Военные чернобыльцы за защитой обратились в республиканскую прокуратуру. Да и сами уже достаточно хорошо разбираются в тонкостях законодательства. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, и это, так сказать, разъяснено в положениях Конституционного суда, что статус официально признанный в дальнейшем не должен изменяться, и он должен гарантироваться государству. А теперь военный комиссариат заявляет, что они ошибочно мне выдали это удостоверение. Но принимал решение не военный комиссариат, а командование Сибирского военного округа выдать мне это удостоверение, конкретно Шилову. А военный комиссариат только исполнил указания командования Сибирского военного округа. Теперь же они все переворачивают с ног на голову и говорят, что они допустили ошибку. Извините, вы не хорошие, вы преступники. Что заставило военный комиссариат республики судиться с офицерами, выяснить не удалось. Военком отказался от комментариев по этому делу до конца судебного процесса. Наталья Гармашова, Олесь Калинченко, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Более 8 миллионов рублей украл у одного из банков республики его же собственный сотрудник. Системному администратору удалось наладить схему хищения денег, прежде которой, как говорят следователи, ни разу не встречалось. Мошенник имел доступ ко всем системам банка и при переводах средств приписывал нужную сумму себе. Константин Кравцов выяснил, есть ли пострадавшие среди вкладчиков. Первыми неладное заподозрили сами банкиры. При подсчете собственных средств фирмы специалисты не досчитались внушительной суммы денег. Проверка показала, куда же утекали средства, знает местный системный администратор. 40-летний мужчина, который отработал здесь десяток лет, наладил схему, с помощью которой сам себе начислял деньги. Притом не один год. Таким образом похищал денежные средства на протяжении полутора лет. Начиная с 3 августа 2011 года и заканчивая 10 декабря 2012 года. В общей сложности ему удалось похитить 8 миллионов 495 тысяч 497 рублей. Впрочем, банк заверил полицейских. Украденные деньги принадлежали ему, а не вкладчикам. Поэтому пострадавших среди клиентов нет. Добычу мужчина смело тратил на себя. Например, купил квартиру и дорогую иномарку. Следователи отмечают, обвести вокруг пальца руководство ему удалось благодаря профессионализму. Считается одним из лучших компьютерщиков Хакасии. На стадии проведения служебного расследования в самом банке он пояснял, что якобы совершал это для того, чтобы удостовериться в слабых местах той банковской системы, которая имеется в настоящее время. Несмотря на размах преступления, мужчина лишь под подпиской. Однако дело раскрыто и передано в суд. Подозреваемый в мошенничестве уже вернул банку полтора миллиона. У него изъята машина и квартира. Впрочем, несмотря на это, мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Сегодня в Абакане появился свой маленький принц. На перекрестке улиц Кати Перекрещенко и Дружбы народов открыли новый мини-сквер, главным украшением которого стала скульптура мальчика, сидящего на планете. Задумку авторов оценила Олеся Калиниченко. На создание скульптуры архитекторов города вдохновило знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзупери «Маленький принц». Воплотить идею в жизнь доверили красноярскому скульптору Андрею Мурзину. Художник остался верен традициям. Примерно так же «Маленького принца» изображал сам Экзупери в иллюстрациях своей знаменитой сказки. Произведение было переведено на более чем 180 языков и диалектов мира. Практически вся книга разобрана на цитаты. Самые знаменитые увековечили в бронзе. Идея здесь очевидна. Нужно сеять среди людей доброе, мудрое, вечное. Напоминать и большим и малым о том, что все мы ответственны за состояние нашей планеты, за чистоту, за экологию. Памятник навевает мысли о добре, о романтике. Но «Маленький принц» с розой – это маленький принц. Открытие сквера – это только часть общей реконструкции улицы Кати Перекрещенко. Здесь поменяли дорожное покрытие, уличное освещение, сделали парковку, обновили газоны. Местным жителям есть где прогуляться и отдохнуть. Умно придумали, хорошо это все сделали. Разеленили. Тоже красивый такой памятник. Планету действительно надо беречь. А у нас люди не понимают многого. У нас туда открытия были всякие киоски стояли с цветами, там еще какие-то разные цветы стояли, грязь такая. Сейчас смотрите, какая красота. Это очень хорошо. Это очень хорошо. «Маленький принц» – далеко не первая скульптура, которую городские власти торжественно открыли в этом сезоне. На этой неделе памятник «Гранит науки» появился у корпуса ХТИ. А месяцем ранее скульптурную композицию «Музыка и дети» презентовали возле нового концертного зала детской музыкальной школы. Алиса Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. На днях специалисты госинспекции труда Хакасии озвучили сумму долга по зарплате работникам бюджетной сферы – более 20 миллионов рублей. О причинах задолженности и самых злостлых неплательщиках нам расскажет Дмитрий Казакевич, заместитель руководителя госинспекции труда Хакасии. Далее в нашей ежедневной рубрике интервью. А прямо сейчас прогноз погоды и рекламный блок. Увидимся.